Каждое лето специалисты Люберецкого водоканала проводят профилактические работы в системах водоснабжения и водоотведения. Во избежание сбоев и аварийных ситуаций осматривают канализационные сети, ремонтируют пожарные гидранты и колодцы. Какие плановые работы произвели на водозаборном узле на улице Третьего Интернационала, узнали мои коллеги. Водоснабжение Люберец осуществляется из артезианских скважин и от систем Мосводоканала. Слесарь 5-го разряда Михаил Рогов на этом водозаборном узле работает почти четверть века. Несколько лет назад на ВЗУ провели масштабную реконструкцию. Заменили насосные группы, модернизировали скважины, установили современную станцию очистки воды. Вот эта станция, когда я пришёл, тут было, конечно, всё по-другому. Ну, старое всё было, ржавое было всё. Сейчас отлично всё сделали. Работать стало, конечно, приятнее и намного легче. Вода сюда поступает в автоматическом режиме с помощью систем задвижек. Для бесперебойной и эффективной работы обслуживание и проверку оборудования проводят на регулярной основе. Сейчас происходит замена обратного клапана на насосе второго подъёма и отладка схемы управления московскими задвижками. Потому что на данном ВЗУ предусмотрено резервное водоснабжение, то есть и из московского водовода, и артезианский источник. Чтобы насосное оборудование работало без сбоев, специалисты водоканала осуществляют профилактические испытания и осмотр электрооборудования. В случае неисправности ремонтируют и производят замену. Проверяются контакты, как работают датчики, проводим необходимые профилактические работы. Это дизель-генераторная установка. Нужна для бесперебойного подачи электроэнергии в случае аварийной ситуации. Если на станции отключат свет, я приезжаю, запускаю. В данный момент я обслуживал, проверял работоспособность станции. Всё в порядке. Всего на территории округа 25 водозаборных узлов. По результатам обследования всё оборудование работает в штатном режиме. Без сбоев и аварийных отключений. Богдан Колесников, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ.